9 июля 1728 года только построенный бот «Святой Гавриил» под всеми парусами выходил из устья реки Камчатки в море. Корс капитан взял на север вдоль берега, и ни у кого из команды не было сомнений в выборе направления движения. А пока команда шла на север по Камчатскому берегу, снимая координаты берегов и замеряя глубину под кораблем, 19 июля команда заметила остров. Позже названный он был Карагинский. Примечательно, что на карте покойных Еврейного и Лужина, который пользовался Беринг, этот остров уже есть. Но присваивают его открытия Берингу. Каждый день команда вела счисления, зарисовывали попадающиеся им горы и описывали местность. Беринг, следуя обычаю своего времени, давал имена новооткрытым островам, мысам и заливам по церковному календарю святцев. Так появилась губа Святого Креста. Сейчас залив Креста. Здесь Беринг пытался встать на якорь для того, чтобы запастись водой из реки, но после нескольких неудачных попыток пошел дальше. Была открыта бухта, позже названная Бухтой Провидения. Погода стояла хорошая. Лишь изредка шел дождь и дол не сильный ветер. Все же воды нужно было набрать. Оставалась всего одна бочка. 7 августа был послан Чеплин с восьмью человеками на берег. Они наполнили 22 бочки чистой воды из ручья. Во многих местах он видел протоптанные тропы, а потом заметил пустые жилища. Сомнений не было. Здесь живут чукчи. В то время шли войны русских с чукчами, и как повело бы себя местное население, увидав рядом со своими домами русских, никто не знал. На следующий день команда заметила лодку, гребущую к кораблю. В ней сидели восемь чукчей. Намерения у них были отнюдь невоинственные. Их больше вело любопытство поближе посмотреть на такую огромную лодку. Беринг разрешил им подняться на борт и стал расспрашивать с помощью коряков-переводчиков, взятых на Камчатке. Коряки с заданием справились весьма плохо. Однако удалось установить важный момент. Чукчам была известна река Колыма, впадающая в северный ледовитый океан. Но выяснилось, что чукчи ходили к Колыме не морем. Значит, вопрос о том, соединяется ли Америка с Азией, оставался открытым. Чукчи сообщили, что в их земле нет леса, а простирается земля к северо-западу. Обогнув выдающийся в море мыс, получивший с той поры название Чукотского мыса, поплыли дальше. 10 августа азиатский берег резко повернул на север. Сгущался туман. 11 августа в юго-восточном направлении заметили неведомый остров, названный Берингом, островом Святого Лаврентия. Беринг торопился, опасался возможной будущей встречи с льдами, старался побольше пройти в эту навигацию. Команда не высадилась на эту землю и не узнала, что она была населена эскимосами, которые, скорее всего, много интересного могли рассказать о ближайших берегах. С каждым днем туман все гуще окутывал корабль. Берега теперь было не видно, а идти рядом с ним по неизвестным местам в тумане было крайне опасно. Так, в белой пелене Святой Гавриил шел строго на север, не упираясь ни в каком месте в землю. Появилось много китов. Море стало другим. Сомнений не было. Они добрались до Ледовитого океана. Три дня прошло с того момента, как корабль взял курс строго на север. Берегов нигде видно не было. 13 августа Беринг созывает совет со своими помощниками о том, что делать дальше. Шпанберг и Чириков выдвинули две противоположные версии. Первое мнение высказал Шпанберг. Он предложил идти еще три дня на север, если они не обнаружат никаких берегов, повернуть обратно. Его доводы были такие. Сомнений нет, что мы в открытом море. А значит, Азия с Америкой не соединяются. Следовательно, главную задачу Петра Первого мы выполнили. Конец лета. Мы все дальше от берега. Ледовитый океан ошибок не прощает. Мнение Чирикова было следующим. Цели экспедиции не достигнуты. Непонятно, действительно ли мы прошли в Ледовитый океан. Неясно, далеко ли Азия от Америки. Чириков считал, что нужно найти Азиатский берег и по нему дойти до устья Колымы или до Первых Ледов. А если Азиатский берег будет еще севернее, то с 25 августа нужно искать стоянку на Зимовье до следующей навигации. Выбор был непростым. Капитан занял сторону Шпанберга. Конечно, Беринг понимал, что Чириков, несомненно, прав, а Шпанберг, несомненно, не прав. Но также он осознавал, что встречу со льдами Гавриил может не выдержать. А возможное Зимовье на этой суровой земле без леса, населенной Чукчами в крайне неблагополучных условиях, выдержат немногие. Шпанберг еще до конца не оправился от похода по Юдаме и точно не пережил бы эту Зиму, как и многие другие члены команды. При той ситуации вряд ли команде удалось бы дойти до устья Колымы, а вернуться оттуда тем более. Еще три дня шел корабль на север, и 16 августа 1728 года Святой Гавриил повернул обратно. Пошли тем же курсом и по проверенному безопасному маршруту в том же тумане. Осознавал ли Беринг, что проходил через пролив, сказать трудно? Примерно через 50 лет отважный мореплаватель Джеймс Кук проходил по этому же проливу, пользуясь картами Беринга. Именно Кук настоял в знак уважения назвать этот пролив именем Беринга. Вот что он писал о Беринге и его команде. Я обязан воздать справедливую похвалу памяти почетного капитана Беринга. Наблюдения его так точны, и положение берегов означено столь правильно, что просто удивляешься, как мог он достигнуть этого, работая с такими примитивными инструментами. Широты и долготы определены им так верно, что лучшего нельзя почти и ожидать. На обратном пути команда открыла один из островов Теамида. Во все время плавания погода удивительно благоприятствовала морякам. Они не испытали ни одной бури, но к концу плавания дело изменилось. Беринг смог на собственном опыте убедиться, насколько опасны и тяжелые условия плавания в северной части Тихого океана в бурную погоду. В шторм они попали 31 августа неподалеку от берегов Камчатки, около Столбового острова. Ветер был такой силы, что разорвались фалы у мачт, паруса упали, снасти перепутались. Пришлось встать на якорь, но едва подвертели канату якоря, как под тягой корабля, он лопал. Судно стало грифовать в сторону берега, и корабль вскоре очутился в полумиле от крутых каменистых камчатских берегов. Если бы ветер был еще сильнее, Гавриил неминуемо бы разбился о скалы. На счастье команды погода вскоре успокоилась. Проверку на прочность корабль не прошел. Сказалось, качество снастей и канатов, которые были сначала разрезаны, потом заново зашиты из-за сложной транспортировки из Якутска в Охотск. 2 сентября 1728 года команда в полном составе благополучно вернулась в Нижний Камчатск на зимовье. Скользнувшая от Беринга Америка напоминала о своем присутствии всеми способами. Зимой Беринг услышал от местных жителей, что в ясные дни на востоке можно увидеть землю. На Карагинском острове некоторые дома местных жителей сделаны из огромных стволов деревьев, которые не растут на Камчатке, а стало быть, эти деревья принесло море. С востока прилетает ежегодно множество птиц, кои, побыв на Камчатке, улетают обратно. Чукчи привозят иногда на продажу куни-парки, а куниц нет во всей Сибири, от Камчатки и почти до Урала. 3 октября собрал капитан Беринг всю команду и, прочитав им манифест о вступлении на престол императора Петра II, привел всех к присяге. Новость эта до моряков дошла через всю страну только спустя 17 месяцев после того, как сменилась власть в стране. Это были тревожные новости как для Беринга и его команды, так и для дальнейшей судьбы экспедиции, а также развития флота в целом, но об этом позже. Удачно перезимовав, команда отправилась на юго-восток на поиски Америки. Пройдя примерно 200 километров против сильного встречного ветра, Беринг проплывал совсем немного южнее от острова, который в будущем нарекут в его честь. Из-за плохой видимости команда на тот момент остров не заметила и повернула обратно в сторону Охотска, по пути исследуя и нанося на карту восточный берег Камчатки. Меткий глаз моряка сразу же оценил несравненные преимущества здешней бухты на Авачия. Более превосходного убежища для судов, плавающих в северной части Тихого океана, вряд ли можно найти во всем этом крае. 3 июля Святой Гавриил зашел в устье реки Большой в Большерецкий острог. Здесь, в Большерецке, попросил разрешения остаться один из наших героев Шванберг. Его здоровье теперь совсем расшиталось и было решено его оставить здесь подлечиться и набраться сил. 23 июня 1729 года Святой Гавриил добрался до Охотска. Первая камчатская экспедиция была закончена. Конец у нее получился несколько смятый. В эту навигацию Беринг ничего существенного не открыл и будто бы не хотел открывать, а спешил обратно в столицу. Теперь оставалось опять проехать через всю страну в Санкт-Петербург и предоставить доклад об итогах экспедиции. Тем временем в Санкт-Петербурге происходила беспощадная борьба за власть, за которой молчаливо напряженно следила вся страна. Петр Первый стал в государстве российском своеобразным водоразделом и после его смерти все более выраженно намечались два огромных центра силы в стране. Первый был образован в основном из знатных дворян. Долгоруки, Голицыны, Трубецкие, Волконские, Репнины они всячески противились реформам и преобразованиям Петра, но пойти против воли императора боялись. Во время своего правления Петр Первый очень серьезно упразднил их власть, возвысив другой центр силы безродных, но деятельных людей, поддерживающие вектор развития реформ в Российской империи. Во главе этого центра силы был граф Меншиков. Его поддерживали купцы, промышленники, мелкоместные и средние дворяне. Пока на престоле сидела вдова Петра Великого Екатерина Первая, клан Меншикова оставался у власти, но постепенно терял свои очки. Когда на престол взошел внук Петра Великого, которому шел только 12-й год, Меншиков свою власть упустил. В итоге, по приказу молодого императора 8 сентября 1727 года, Меншиков был арестован, а после был соуслан в Березов. К власти пришел обратно первый центр силы. Потомки феодальных боярских родов, жившие на доходы со своих громадных населенных крепостными Водчин. Водчин. Они нисколько не были заинтересованы ни в построенном Петром флоте, ни в построенном им Петербурге, ни в его школах, типографиях, академиях, и, конечно, им не было абсолютно никакого дела, сходится ли Азия с Америкой. Петр II попал под влияние долгоруких. Столица фактически переехала обратно в Москву. Вперед с 1727 по 1730 год не было заложено ни одного корабля. Ощущая тенденцию, начался отток ценных кадров обратно за границу. Петр II заявлял, что как дедушка по морю он ходить не намерен. Кто был Беринг и ему подобное для долгоруких? Безродный и беззащитный чужеземец, ничем не владевшим в России. С продвижением по стране на запад новости до команды доходили уже быстрее, а плохие новости, как известно, несутся впереди курьеры. 19 января 1730 года молодой император умирает от оспы. На престол взошла Анна Иоанновна, племянница Петра I. Приехав из Курляндии, она быстро разобралась в расстановке сил и настроению в обществе, развернув вектор развития Российской империи обратно в Пропетровский. Прилюдно разорвала унизительный для нее документ кондиции, который, по сути, давал управление страной от ее имени в руки Тайного Верховного Совета, состоявшего в большинстве с той самой потомственной знати. 1 марта 1730 года, после пятилетнего путешествия, после восьми месяцев пути из Охотска, Беринг прибыл домой. Первая Камчатская экспедиция была как раз одним из характерных предприятий Петра I. И с очередной сменой власти отчеты Беринга об экспедиции рассматривались очень внимательно. Беринг предоставил в Адмиралтейство коллегию отчет о результатах проведенной им пятилетней экспедиции. Итак, на карте были обозначены контуры Азии на восточном берегу. Произведена инструментальная съемка берегов Камчатки. Был освоен сухопутный маршрут перехода от Санкт-Петербурга до Охотска. Подготовлен Охотск, Большерецк, Нижний Камчатск к будущим исследованиям. Но все его отчеты бились об один серьезный аргумент. Америка не найдена. Инструкция Петра Первого не выполнена. По итогам отчетов экспедиции Берингу не дали предположительно обещанный ему чен контр-адмирала, а дали промежуточный чен капитан командора. У Беринга был уже огромный опыт за плечами по проведению такой непростой камчатской экспедиции и искать в дальнейшем Америку, как он не пытался отказаться от этого, было поручено именно ему. А также его помощникам Алексею Чирикову и Мартыну Шпанбергу. Первая камчатская экспедиция дала отличный задел на будущее. Она стала предшественницей самому масштабному мероприятию, которого до того момента не знало государство Российска. Великая северная экспедиция. Хочу поблагодарить спонсоров канала за поддержку в его развитии. Стань спонсором и получи эксклюзивные материалы по этой экспедиции и не только. А также обсуждать темы для новых роликов вы можете в нашем платном телеграм-канале. Для нас это очень важно. С вами был канал Просвети.